Всем привет! Это случилось в далёком 2011 году. Многим неизвестная марка Range Rover выпустила крохотную модель Vogue. Именно этот компактный кроссовер, созданный на платформе Ford E-UCD, стал бестселлером. Именно этот родственник Ford Kuga и Mondeo в премиальном исполнении в первые годы продаж разошелся тиражом более полмиллиона экземпляров. Очень уж покупателям понравился его дизайн. И именно благодаря этому маленькому кроссоверу Evoque многие для себя открыли марку Range Rover. Вообще Evoque – это про дизайн. Этот кроссовер – уменьшенный и более тесный Freelander, который при такой же колёсной базе чуть длиннее и попросторнее. У Range Rover Evoque тесный задний ряд сидений на уровне колен. Ну, совсем не для взрослых пассажиров. Но это мало волнует владельцев этого Range Rover. Давайте посмотрим, какие поломки и проблемы возникают у этих суперпопулярных Range Rover. Стоит ли овчинка, ну, вернее, вот этот вот космический дизайн выделки. Традиционно начнем именно с кузова. Как вы видите, на сегодняшний день Evoque все еще ярко выглядит на фоне своих конкурентов кроссоверов. И с годами картина не меняется. Кузов окрашен очень качественно и сколы краски не рыжеют. Бампера и накладки на крылья закреплены надежно. Поэтому, даже если владелец временами заезжал на бездорожье, то следы такой эксплуатации едва ли останутся на бамперах. Они тут сделаны с минимальными свесами. То есть, космическая внешность Vogue сочетается с приличной геометрической проходимостью. Впрочем, это все, конечно, зависит от талантов и аккуратности владельца. Позже мы поедем на СТО и поднимем этот автомобиль на подъемник, чтобы внимательно осмотреть днище. Дело в том, что при эксплуатации с нашими влажными зимами, а также с обильным количеством реагентов, все это оставляет заметные следы. Пороги, подрамники, а также ниша топливного бака – все это покрывается очень неприятной коррозией. Немало грязи и реагентов попадает под пластиковые накладки порогов. Дело в том, что вот эти накладки крепятся к незамысловатой трубе с кронштейнами, и со временем все это может сгнить и превратиться в труху. Поэтому при любом удобном случае снимайте эти пластиковые накладки, все там вычищайте. Иногда может понадобиться подварить каркас накладок. Вероятно, у этого свежего рестайлингового экземпляра днище будет выглядеть прилично. А вообще, антикоррозионная защита этому автомобилю не помешает. Нередко на EVOC приходится менять декоративные накладки. Дело в том, что они слабо закреплены и поднимаются от потока воздуха. То есть, на шоссейной скорости вы будете слышать хлопки и шелест. Остановитесь, выйдете и можете увидеть, что вылез вот этот вот резиновый уплотнитель. В общем, одна такая накладка стоит 270 долларов. Менять ее надо вместе с креплением по 5 клипс и втулочек на каждую сторону. Кстати, все молдинги вдоль нижнего края стекол слабоваты. При ручной мойке напором воды их может снести, либо же надломаются крепления. Если надломаются крепления, то по трассе эти молдинги могут просто улететь. С завода буквально все EVOC не блещут зазорами задней двери. Этот косметический недостаток можно устранить регулировкой петель этой самой задней двери. EVOC унаследовал фирменную черту своих сородичей. У него со временем разбухают и круглеют колесные гайки, и невозможно накинуть на них головку на 21 для откручивания. А все это происходит из-за крадирования внешней части оболочки гаек. В этом случае гайки надо просто поменять на новые. На многих Range Rover EVOC приходилось менять или ремонтировать дверные замки. Дело в том, что в их актуаторах выходят из строя электромоторчики. В этом случае можно купить новый замок за 250 долларов. Также можно найти неоригинальный подешевле, а также можно поискать замки на разборке. Обязательно позвоните в «АвтоСтронг». Также можно купить электромоторчики в Китае по 10 долларов. Они прямо так парами продаются для каждого актуатора. А хотя можно вообще ничего не менять, просто отковырять задник от моторчика со щеткодержателями и почистить коллектор от угольной пыли. Интерьер EVOC выглядит премиально, и вы вряд ли здесь найдете твердый пластик, разве что вот здесь. Максимальное количество площади салона перетянуто либо винилом, либо кожей, в зависимости от комплектации. Также этот кроссовер предлагал огромное количество цветовых решений для салона и комбинированных решений для салона. Материалы износостойкие, то есть оплетка руля и материал сидений долго не протираются. Мультимедиа на самом деле неудачная, хуже, чем у конкурентов. Она тормозит. Также неудачно прорисовано само меню и виртуальные кнопки. На EVOC до 2015 года решали проблему по отзывной кампании с неработающими кнопками на левой спице рулевого колеса. Это кнопки управления мультимедией, а также переставали работать кнопки приема звонков. Эта проблема актуальна до сих пор, поэтому подробнее о ней расскажем. Как проверить кнопки? Надо включить ближний свет фар и сделать максимально ярким дисплей мультимедиа. Если в этих условиях кнопки работают, то значит дилеры решали эту проблему. То есть либо эти кнопки меняли, либо использовали специальную токопроводящую смазку для контактов под кнопками. Ну а если сделать дисплей мультимедиа менее ярким, то кнопки начинают работать нормально. Вот такая вот проблемка. Фирменная в годы юности EVOC шайба для переключения режимов трансмиссии может преподнести неприятный сюрприз. То есть она заблокируется, и вы не сможете включить никакое положение. Ну, из-за того, что в электронной плате, которая находится под этим селектором, появляется трещина в пайке пары резисторов. То есть эта проблема решается паяльником. Но для этого придется снять этот селектор и разобрать его. Но вы же понимаете, если шайба заблокировалась, то ни драйв, ни задний ход вы не включите. А на рейндж-ровер EVOC, которые оснащены шестиступенчатой автоматической трансмиссией, даже в сервисном режиме не удастся включить нейтраль, потому что шайба не провернется. Поэтому в любом случае понадобится снять селектор, вскрыть его, отодвинуть и зафиксировать злостный фиксатор. На EVOC эта разборка делается довольно быстро, то есть проще, чем на больших рейндж-ровер. Но в любом случае придется повозиться. Если вы не готовы к такому, то придется вызывать эвакуатор, в идеале даже с загрузкой манипулятором, если не удастся включить нейтраль. На EVOC с большим пробегом случается очень интересная неисправность. Дело в том, что вентилятор системы отопления начинает работать с максимальной скоростью, иногда даже не выключается. А все это происходит из-за того, что выходит из строя терморезистор системы отопления, чтобы до него добраться и поменять, надо пробраться в недра центральной консоли снизу слева, сняв педаль акселератора. Дело в том, что новый терморезистор стоит тысячи долларов, поэтому, естественно, новым его никто не покупает. Ищут обычно на разборках, но вы сами знаете, куда обращаться. Естественно, в «АвтоСтронг». И еще, если обратиться на непрофильный сервис для замены салонного фильтра, то тогда можно увидеть на панели приборов ошибку по автоматической трансмиссии. А дело в том, что там, где находится салонный фильтр, рядом с блоком предохранителей, есть маленький дополнительный аккумулятор. А нужен он для того, чтобы поставить вот этот вот девайс, назовем его «селектор», в нейтральное положение в сервисном режиме. Если, грубо говоря, основной аккумулятор сядет, то этот маленький аккумулятор поможет сделать так, чтобы шайба выдвинулась и поставить трансмиссию в нейтраль. Так вот, при замене салонного фильтра для удобства надо снять два провода с этого аккумулятора. Провода просто надеваются на полюсовые клеммы. Так вот, если сервисмен делает это впервые, то частенько забывает вернуть провода наружу, и Range Rover реагирует на это ошибкой АКПП. И, скажем, это касается только Range Rover с шестиступенчатой АКПП. Дорестайлинговый Evoque был доступен с 2,2-литровым турбодизелем. И это французский мотор. Он разработан инженерами Peugeot Citroёn. А достался Evoque по знакомству с компанией Ford. Дело в том, что Ford владел Land Rover, когда эта модель разрабатывалась. Многие напишут в комментариях, что этот двигатель был разработан под эгидой компании Ford, либо что-то такое. Но на самом деле такой истории не было. Да это вообще и не важно. Этот двигатель доступен в двух мощностях – 150 лошадиных сил и 190 лошадиных сил. Так вот, никакой разницы между этими двигателями нет. Разница лишь только в прошивке. То есть мотор на 150 сил можно оригинальной прошивкой прошить до 190 лошадиных сил, а неоригинальной – даже 190 и более. Так вот, автомобили с таким мотором покупали не только в Европе, но и у нас. То есть они пользовались популярностью. И это правильный выбор, потому что этот турбодизель объемом 2,2 литра надежный и легко пробежит полмиллиона километров. Главное – правильно его обслуживать. Кстати, у него чугунный блок, привод ГРМ комбинированный, что характерно для дизельных двигателей Peugeot из начала 2000-х годов, который не заказывал ни Land Rover, ни Ford. Два распредвала соединены цепью, а к ним от коленвала подходит зубчатый ремень, который надо менять каждые 120 тысяч километров, либо ранее, если установлен неоригинальный комплект. Традиционно его стоит менять вместе с помпой, которую он приводит. Среди систематических, но не частых болячек этого мотора – лопнувший воздушный патрубок до интеркулера, а также закорявшая лапкой сервопривода геометрии. В обоих случаях мотор сразу потеряет мощность. Патрубок не раз обновляли и улучшали. Оригинальный стоит около 150 долларов, а тягу от актуатора турбины стоит раз в квартал обрабатывать смазкой, чтобы она не заржавела. Ещё надо разгонять мотор до высоких оборотов, чтобы этот узел работал и не изнашился. Но отдельно оригинальный сервопривод геометрии не продаётся, а китайские аналоги доверие не вызывают. На многих дизельных «Эвок» приходилось бороться с течью масла со стороны дизельной трансмиссии. А масло текло по заднему сальнику коленвала, а также по пятой опоре коленвала, которая находится под сальником. Надо при замене сальника коленвала обязательно уделить внимание пятой опоре коленвала. То есть, надо снять поддон, снять опору коленвала, поменять резиновое уплотнение и промазать герметиком периметр опоры. Соответственно, всё установить на место. А для надёжной и плотной установки заднего сальника надо использовать специальную чашу, которая равномерно и правильно его распределит. Такие проблемы встречаются раз в 150 тысяч километров. Стоит не забывать о замене огнеупорных шайб, чтобы не попасть на дорогой ремонт. После рестайлинга «Эвок» перешёл на двигатели домашней разработки. Все они относятся к модульному семейству Ingenium. У этих моторов цепной привод ГРМ, но его разместили со стороны трансмиссии. Блок цилиндров, естественно, алюминиевый, но с чугунными гильзами. Коленвал установлен со смещением относительно вертикальных осей цилиндров. Масльный насос изменяемой производительности. Термостат электронный, есть даже фазорегулятор на впускном распредвале. 240-сильная версия оснащена битурбонаддувом. Негативной информации о надёжности дизельного Ingenium немного, но она есть. Первые владельцы были защищены гарантийными обязательствами, и в основном страдал производитель. Компания Land Rover на этих машинах меняла балансирные валы из-за износа вкладышей и гула. Также приходилось менять и турбины Mitsubishi. Также у этого двигателя были проблемы с разжижением масла дизельным топливом из-за неудачных прожигов сажевого фильтра. Меняли сажевый фильтр, а также гремящие цепи ГРМ тоже меняли по гарантии. Но если покупать автомобиль свежее, то есть, чем свежее этот двигатель, тем больше вероятность того, что все его детские болячки были вылечены. И ещё, хватает немало счастливых обладателей вот этих автомобилей вот с этим мотором, который без проблем проехали 250 тысяч километров. Единственное, что битурбированная версия этим похвастаться не может. У неё лопается коленвал. На дорестайлинговый Evoque устанавливали двухлитровый бензиновый турбомотор от компании Ford. Семейство EcoBoost – это очень спорный двигатель, потому что в первые два года выпуска его буквально меняли по гарантии, потому что у него разрушались поршни от детонации. Но затем эту проблему удалось победить прошивками и маслом. Потом начинал чудить выпускной коллектор, который лопался по сварным швам. В лучшем случае владелец унюхивал запахи выхлопных газов и доезжал до СТО. А в худшем случае вот эти осколки сварного шва бомбардировали крыльчатку турбины. Но в любом случае турбину приходилось менять, потому что выпускной коллектор и его фланцы являются единой частью с горячей частью турбины. Ещё у ранних моторов при больших пробегах выстрелил стопор фазорегулятора впускного вала. И это иногда заканчивалось обрывом цепи ГРМ. Соответственно, встречей поршней и клапанов. Такая проблема случалась, если владелец очень долго не обращал внимания на тарахтение мотора после холодного запуска. А вообще, после 2014 года надёжность этого мотора стала терпимой. Но ТНВД не терпит топлива сомнительного качества. Форсунки начинают опасно лить топливо в цилиндры. Цепь ГРМ меняется раз в 200 тысяч километров и без чрезмерных усилий. А рестайлинговый Evoque получил бензиновый двигатель семейства Ingenium. Вообще, двигатели что бензиновый, что дизельный Ingenium унифицированы на ¾ для снижения затрат на производство. У этого двигателя много современных фишечек. И одна из них – система безступенчатого регулирования высоты подъема клапанов. То есть, тот же ValveTronic, только с электрогидравлическим управлением. А вообще, статистики надёжности этих двигателей как таковой, подробной, нет. Но на самом деле ничего страшного с ними не случается. Очень редко Evoque встречается с шестиступенчатой механической трансмиссией M66 от GTRAC. В таком исполнении он продавался только в Европе и причем даже в дорогих комплектациях. Судить по этой трансмиссии можно разве что по Freelander. Трансмиссия надёжная, главное в ней менять масло каждые 100 тысяч километров. В противном случае эта трансмиссия загудит своими подшипниками к пробегу в 200 тысяч километров. Что касается автоматических трансмиссий, то на Evoque сначала устанавливали шестиступенчатый автомат, а затем девятиступенчатый, причем второй начали устанавливать еще до рестайлинга, то есть в конце 2013 года. И эта трансмиссия девятиступенчатая полностью заменила шестиступенчатый автомат. Итак, шестиступенчатая АКПП на первых Evoque была Aisin TF80SD. Это очень надежная и беспроблемная трансмиссия. Но есть одно но. Почему-то перед тем, как ставить эту трансмиссию на Evoque, инженеры японские удешевили уплотнительные кольца на входном вале. Эти кольца уплотняют масляные каналы, то есть каналы подачи масла к барабану C1. Именно из-за этого трансмиссия начинала пинаться на первых трех передачах. Иногда появлялся удар при включении драйва, а также удар появлялся и при начале движения. Некоторые эти симптомы удалось победить перепрошивкой. По-хорошему надо снять и разобрать эту трансмиссию для замены этих трех колец. У неудачных колец косые замки, у удачных замки лабиринтного типа с большей поверхностью для соединения внахлёст. Ещё будет совсем не лишним установить радиатор АТФ воздушного охлаждения, как это сделано на этих машинах для жарких стран. Штатный радиатор АКПП прикручен к радиатору двигателя. Справа в нем два контура. Один для антифриза, второй для масла. Так вот, контур антифриза загрязняется, и качество охлаждения ухудшается. Ещё может случиться и такая ситуация, что трубки в теплообменнике лопнут, и тогда две жидкости масла и антифриз смешаются. Антифриз очень быстро прикончит автомат, потому что высокое содержание этилен-клюколя приводит к тому, что фрикционные накладки разбухают. А вообще, если менять в этом автомате масло каждые 40 000 километров, и использовать жидкость Toyota WS, то тогда детище Aisin пройдёт и 400 000 километров. А вот 9-ступенчатая трансмиссия 9HP48 появилась, как мы уже отмечали, до рестайлинга. И ещё работала даже в паре с 2,2-литровым французским дизелем. Вообще, эта трансмиссия появилась на разнообразных машинах. То есть, её ставили и на Honda, и на Chrysler, и даже на Fiat, а Evox стал её одним из первых обладателей. Конечно, немало трансмиссий 9HP48 пришлось поменять в гарантийный период из-за преждевременных поломок. Кстати, у неё в конструкции впервые применены две кулачковые муфты, которые, как и фрикционы, выполняют функцию соединения её элементов. Обычно проблемы начинаются именно с ними. И то, если машина часто участвует в обгонах на скоростях выше 100 км в час. В таком случае переключение вниз до 4-й и 5-й передач происходит в очень разрушающей для кулачковых муфт манере. Они разбивают себя и шлицы валов, на котором расположены. Всё это сопровождается выбросом стружки. В общем, если не нагружать таким образом эту трансмиссию и менять в ней ATF-ZF Lifeguard Flute 9 каждый 40 000 км, то эта трансмиссия пройдёт более 200 000 км. При этом надо следить за появлением масла между АКПП и угловым редуктором. Нередко там теряют герметичность сальники соединительной втулки. Те, кто ещё не подписан на наш канал, обязательно подпишитесь. У нас много всего интересного про автомобили, много обзоров и кладезь технической информации. Поэтому те, кто не подписан, подпишитесь, пожалуйста. Нам это поможет в продвижении канала, чтобы больше людей узнало о технических особенностях автомобиля. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что кроме очень качественных БУ и новых запчастей, в «АвтоСтронг» есть ещё подразделение «Мотостронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, пригоняем байки с минимальными пробегами и в отличном состоянии продаём их с полным пакетом документов. Нужен мотоцикл – обязательно обращайтесь в «Мотостронг». Ссылочки и подробности в описании. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Не блещет долговечностью блок управления вентилятором. Его даже меняли на трёхлетних автомобилях. Симптом понятный и очевидный – вентиляторы основного радиатора охлаждения не выключаются. То есть, вы, например, пошли в магазин на пару часов, а вентиляторы будут продолжать работать. И что они сделают? Они высадят в усмерть аккумулятор. Чтобы решить такую проблему, надо поменять блок. Но блок отдельно от вентиляторов не продаётся. Стоимость оригинального – 1000 долларов. Но сюда идеально подходит блок управления от автомобилей Volvo. Стоит 270 долларов. Также есть ещё китайские аналоги, которые раза в 2-3 дешевле. Систематическая болячка Evoque, которая происходит обычно в самый неподходящий момент – это лопающийся патрубок верхней системы охлаждения, входящий в радиатор. Отметим, что патрубки у бензиновых и у дизельных Evoque разные. При замене патрубка стоит поменять крышку расширительного бачка. А ещё лучше менять эту крышку каждые 20 тысяч километров. Стоит она недорого – примерно 8 долларов. Рулевая рейка на всех Evoque электрическая. Электромотор установлен на её корпусе и соединён с рейкой ремешком. Так вот, эта рейка поучаствовала в отзывной кампании. Дело в том, что алюминиевые болты, которые крепят корпус электромотора, лопались. Их меняли на стальные. Когда болты лопались, корпус электромотора перекашивался, и при вращении руля мотор со своим шкивом обтачивал зубчатый ремешок. Но и это лечится без проблем. Надо просто прикрутить корпус электромотора на нормальные болты и заменить этот зубчатый ремешок. При больших пробегах рейка может начать закусывать. Это связано с разрушением подшипника ведомой зубчатой шестерни. Но и это решается без проблем. Подшипник можно просто поменять. Вообще, на сегодняшний день очень много мастерских предлагают ремонт и калибровку электрических рулевых реек. Главное, не допускайте порванных пыльников, рулевых тяг, чтобы в рейку не попала влага и грязь. Если рейка начнет корродировать, то ремонт будет стоить намного дороже. Возрастная проблема всех полноприводных EVOC – это износ всех четырех подшипников углового редуктора. Его еще в народе не совсем корректно называют раздаткой. Так вот, над этот узел завязан привод переднего правого колеса и карданный вал к заднему редуктору. К пробегу примерно в 200 тысяч километров раздается характерный гул. И вот это именно гудят изношенные подшипники. Как правило, все начинается с износа подшипников под вал к фланцу кардана. Потом следом стружкой изнашиваются подшипники промежуточного вала. Часто вместе с гулом обнаруживается неправильный люфт фланца углового редуктора под кардан. Короче, придется разбирать угловой редуктор, разбирать его и менять все четыре подшипника и кучу сальников. И, кстати, замена сальников в трансмиссии и сальников в редукторе приветствуется, потому что все равно все они начнут пропускать масло к пробегу в 200 тысяч километров. Масло используется обычное 75 V90. Кстати, угловые редукторы на EVOX с шестиступенчатой АКПП и с механической трансмиссией не оснащены сливными пробками. Масло откачивается с заливного отверстия, туда же заливается, пока не начнет выливаться. А затем надо откачать 200 мл, если под капотом бензиновый двигатель, или 120 мл, если под капотом дизель. Ну, а если EVOX оснащен девятиступенчатой трансмиссией, то в переднем угловом редукторе есть сливное и заливное отверстие, а в заднем редукторе в любом исполнении только заливное отверстие. То есть можно оттуда откачать старое масло, залить новое, пока оно не начнет выливаться. Система полного привода у EVOX типично кроссоверовская, то есть передняя ось подключается автоматически. На дорестайлинговых машинах используется муфта Haldex 4-го поколения. На рестайлинговых, как в нашем случае, муфта Haldex 5-го поколения обе муфты нуждаются в обслуживании. В муфте Haldex 4-го поколения нужно менять фильтр, который продается по каталогу Volvo. Также надо заливать масло для Volvo или же для VAG. Также для этих масел есть аналоги по более приятным ценам. Плюс обращайте внимание на пятижильный провод, который идет к муфте. Иногда там обрываются провода и полный привод становится недоступен. Муфта Haldex 5-го поколения не имеет сменного фильтра. Небольшой фильтрующий колпачок есть на самом насосе. То есть насос надо снимать и очищать эту сеточку. Если грязи слишком много, то желательно приопустить задний редуктор вместе с муфтой, чтобы целиком снять ее боковую крышку. Там будет очень много сгустков от поработавшего в муфте масла. На заправку в муфту 5-го поколения используется то же самое масло. Кроме этого рестайлинговые Evoque оснащались еще одним типом полного привода. Называется он Active Drive Line и предлагался в комплектации Dynamic. У этого полного привода аж три многодисковые гидравлические муфты. Первая находится спереди, возле переднего углового редуктора. Эта муфта соединяет и отсоединяет карданный вал от заднего редуктора. То есть при движении карданный вал может отключаться и не вращаться. В заднем редукторе нет дифференциала, просто обычный угловой редуктор. Две муфты находятся в его корпусе и соединяют с ним задние оси. Передняя муфта и задние муфты соединены гидравлической линией, потому что единственный гидронасос находится сзади. Вообще такая разновидность полного привода для кроссоверов была придумана компанией GKN и называется «Твинстер». С 2015 года используется много где. Например, на полноприводном Fiat 500X, на Opel Insigny 2 полноприводной, а также на полноприводном Cadillac XT5. Достоверных сведений о надежности этой трансмиссии у нас нет. Ну, скажем следующее. Редуктор угловой и муфты обслуживаемые. Используются два типа масла – GL5 для углового редуктора трансмиссионное, а также масло спецификации CHF11S для муфт. Все приводные валы у Evox со шрусами служат долго и без причин, из строя не выходят. Главное, чтобы пыльники были целыми, а сами шрусы набиты смазкой. Наружные шрусы передних приводов детализируются отдельно. Задние приводы под обычную трансмиссию с Haldex и под активную. Разные передние и задние ступичные подшипники у этих кроссоверов слабоваты. В среднем выхаживают по 100 тысяч километров. Оригинальные продаются по 90. В топовых комплектациях Evoque оснащался адаптивными амортизаторами MagnoRite не блистали надёжностью. То есть они могли начать стучать и заклинивать уже при пробеге в 60 тысяч километров. Ну и при вдвое больших пробегах. Стоимость одного такого амортизатора на переднюю и заднюю ось 1800 долларов и 1200 соответственно. Вообще много владельцев брали, убирали эти амортизаторы и ставили на их место абсолютно обычные. Оригинально не сказать, что дешёвые стоят 300 долларов, но есть заменители от всех именитых брендов. Средняя цена 150 долларов. Чтобы установить пассивные амортизаторы, нужно в проводку для подключения активных установить обманки резисторы по 1.5 Ом и надеть на штоки отбойники от обычных амортизаторов. В этом случае на штоки задних амортизаторов надеваются два отбойника разного калибра. У всех Evoque стояночный тормоз электрический, а сервоприводы напоминают все те же, которые установлены на Passat B6. Соответственно, проблемы одинаковые. В пластиковый корпус редуктора попадает влага, может заржаветь сам моторчик, может корродировать вал. Все это приведет к заклиниванию задних колес. Однако даже в полевых условиях можно скинуть сервоприводы и провернуть вал прижимного механизма ручника до отпускания колодок. Оригинальные сервоприводы жутко дорогие, а хорошие заменители – примерно по $150. Подвеска Evoque радует надежностью и сроком службы, особенно если этот паркетник не съезжает на бездорожье и не стоит на бордюрах ночи напролет. Формально сюда подходят детали подвески от Freelander, а также от других моделей автомобилей Volvo и Ford. Обратим внимание, что оригинальные передние треугольные рычаги на Evoque легкосплавные с неснимаемой шаровой опорой, а вот на Freelander рычаги стальные с приклепанной шаровой. Точки крепления совпадают, поэтому они взаимозаменяемые. Так вот здесь стоят передние рычаги от Freelander. Оригинальные алюминиевые рычаги Evoque не предназначены для перепрессовки шаровой опоры. Вообще, шаровую опору отдельно не продает вообще никто. Оригинальные рычаги стоят по $400. Заменители от $100 до $280 примерно. Сайлентблоки передних рычагов можно купить только по неоригиналу. Задний будет стоить $60, передний $15. Тяги стабилизатора ходят оригинальные примерно 50 тысяч километров, а стоят $70. Именитые заменители в два раза дешевле. Цапы задних колёс подвешены на трёх рычагах. Это тот же McPherson, только с очень маленькими в размере сайлентблоками. Если вы захотите в заднюю подвеску установить оригинальные сайлентблоки, то доступны только сайлентблоки продольного рычага. Передние по $30, задние по $20, а поперечные рычаги по $50 и $70 соответственно. Рассказ про Range Rover Evoque получился довольно-таки длинным. Да, есть у этого кроссовера слабости, но они все не проявляются одномоментно. Просто есть вещи, за которыми нужно следить. Эти машины не высасывают деньги из своих владельцев. И большинство владельцев довольны Evoque. Да, если вы покупаете Range Rover Evoque с мотором Ingenium, то надо сделать очень тщательную диагностику на профильном СТО, потому что моторы Ingenium не особо знакомы универсальным станциям. Если вы хотите, чтобы мы делали вот такие вот подробнейшие обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».